На Арктик ТВ время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Одно вместо двух. У нас в правительстве создается Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Рабочий год в региональном правительстве начался с оптимизации. Литературный десант в Заполярье. Сегодняшний наш приезд это всего лишь навсего начало какой-то большой очень работы. Чем сулит Мурманску приезд представителей Союза писателей? Посидеть за зеркальным столом. Очень много людей хотят попасть в эту сказку. Жители Мурманска смогут сыграть телевизионную версию «Что, где, когда». Трудовой год начинается. Представители правительства Мурманской области вернулись на свои рабочие места. Губернатор Андрей Чибис провел первое в новом году оперативное совещание. Участники которого поговорили об обстановке на праздниках, а также рассказали о переменах, ожидающих регион в 2021. Первый рабочий день и первое в новом году оперативное совещание в правительстве Мурманской области. И сразу же перемены. В Кольском Заполярье вместо двух старых появилось одно новое министерство, которое будет непосредственно заниматься развитием Арктики. Перед сотрудниками этого ведомства стоит задача увеличить объем инвестиций в Мурманскую область и следить, чтобы лидерство в арктической повестке оставалось у Кольского Заполярья. У нас в правительстве создается министерство развития Арктики и экономики Мурманской области. Создается путем слияния двух ведомств. Присоединение министерства инвестиций к министерству экономического развития. И возглавит новое министерство Татьяна Рускова, действующий министр экономики Мурманской области. Затем немного о том, как Мурманская область провела новогодние праздники. Серьезных ЧП за время январских каникул не произошло. А число пожаров и ДТП по сравнению с прошлым годом даже сократилось. В целом, уважаемые коллеги, принимаемые меры как региональными, федеральными, муниципальными органами власти позволили контролировать оперативную обстановку на территории региона и своевременно принимать необходимые меры по ее стабилизации. И к делам грядущим. Реализация национальных проектов на территории Мурманской области продолжится и в этом году. Для успешной работы необходимо вовремя получить деньги. А для этого нужно успеть заключить соглашение с федеральной властью и муниципалитетами. Если с центром все договоры уже подписаны, то местным властям следует поторопиться. Сроки сжатые и все документы должны быть готовы уже до конца января. Основная задача, которая теперь стоит перед исполнительными органами государственной власти, это заключение соглашений с муниципальными образованиями Мурманской области. Всего необходимо заключить 259 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам, по которым уже предусмотрено распределение бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете. Также во время совещания сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко от лица председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко поблагодарила медиков Заполярья за вклад в борьбу с коронавирусом. Обсудили на оперативном совещании тему пандемии. 234 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. За январские праздники более 2000 человек заразились коронавирусом. 38 жителей региона за это время умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заболевших за 24 часа в Мурманске. В Мурманске плюс 140, в Печенском районе плюс 39 и в Североморске плюс 12. Пока новостей о массовой вакцинации немного, она по некоторым данным должна начаться в ближайшее время. А вот новостей о мутации коронавирус опубликует предостаточно. В свою очередь директор центра Гомолея Александр Гинзбург заявил, что создатели «Спутник Ви» первой вакцины от COVID-19 знали о способности вируса мутировать и учли это в разработке препарата. «Спутник Ви» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гомолея. По данным Российского фонда прямых инвестиций, прививки сделали уже более полутора миллионов человек. В Мурманской области высадился литературный десант. Члены Союза писателей России несколько дней пробудут в нашем регионе, проведут ряд важных встреч. Кристина Харатова подробнее. Члены Союза писателей России и раньше посещали Мурманскую область. Но визит таким большим составом первый. И только приземлившись на Кольской земле, они сразу отправились возложить цветы к могиле заполярного поэта и писателя Николая Колычева. Очень приятно, что после смерти Николая многие люди, которые были с ним знакомы, благодаря каким-то событиям, которые связаны с именем Николая Владимировича, начинают приезжать в Мурманск для того, чтобы увидеть эту землю, о которой он писал, которую он в своих стихах и в прозе показывал миру. Одной из целей визита литературного десанта стала презентация проекта «Ньюфот Цейп Бэтч». Мультфильм создан по сказке Николая Колычева. Это проект на тех книгах, на тех мыслях, которые Николай Колычев последние годы своей жизни, собственно, вынашивал. Написать что-то такое, чтобы это было доступно каждому для понимания. О нашей сущности, о нашей внутренней потребности и о нашей духовности. Презентация проекта состоится уже 13 января. Это большая работа, которую проделали для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в творении заполярного писателя. Это детский фильм. И то, что авторы проекта пошли от детей, и мы сейчас говорим о детской литературе, о приходе детского литературного героя в Арктику. Конечно же, это всего лишь один маленький штрих. Конечно, Арктика огромна. Арктика требует огромных масштабных проектов, в том числе литературных. И сегодняшний наш приезд – это всего лишь навсего начало какой-то большой очень работы. Литературный десант пробудет в Мурманской области несколько дней. Здесь они проведут встречи с читателями, а также обсудят учреждения Арктической литературной премии. У литераторов есть хорошая возможность увидеть первое в этом году заполярное солнце. На Шроте Мурманска завершилась полярная ночь. Мороз и ветер не помешали самым стойким северянам отправиться навстречу светило. Долгожданные лучики были видны уже 9 января, а 11 светило выглянуло из-за горизонта более чем на треть. Северяне отправились смотреть первый рассвет на сопку Солнечная горка, где никакие морозы и ветер не помешали им испытать радость от окончания утомительной полярной ночи, которая длилась на Шроте Мурманска 41 день. К слову, обычно по случаю природного явления организуют большой праздник. На самой высокой сопке в окрестностях Мурманска участники события пьют чай с мороженым вареньем, устраивают гуляния. Но в этот раз все официальные торжества из-за коронавируса отменили. Так что на горку в первый рабочий день января пришли только энтузиасты. Новый год не для всех прошел радостно. 1 января 45-летнего жителя Кавдора убили из-за DVD-пуэра. В квартире одного из домов в Кавдоре нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. На месте криминалисты обнаружили следы и орудия преступления – кухонный нож. В убийстве подозревает друга погибшего, с которым тот праздновал Новый год. По версии следствия, когда между приятелями произошел конфликт, они распивали спиртное. Причиной разногласий стал сломанный DVD-пуэр. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 9 января на 68-м году жизни скончался актер драматического театра Северного флота. Активный участник культурной жизни, военно-патриотического и добровольческого движения «Заполярье» Андрей Бобров. Андрей Андреевич родился в 1953 году в Брянске, закончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. С 1974 года служил в драматическом театре Северного флота, трудился режиссером Мурманской студии телевидения, сотрудничал с Мурманской областной филармонией в качестве ведущего концертных программ. Жители Мурманской и Североморска хорошо знали Андрея Боброва, как постоянного ведущего городских праздников и официальных торжеств. Помимо этого Андрей Андреевич участвовал в военно-шефской работе, вел волонтерскую деятельность. Накануне нового 2021 года он лично поздравлял мурманчан, как волонтер акции «Дед Мороз в каждый дом». Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Андрея Боброва. Двор на улице Миронова, 4. Поэтому серьезных замечаний к работе управляющей компании нет. Есть небольшие замечания, потому что на крышах подъезда все-таки есть еще снежные какие-то шапки. Есть там проблемы с лестницами, небольшие, они убраны. Но тем не менее пройтись по ним я прошлась людям в возрасте, старшего возраста, людям, скажем, с ограниченными возможностями здоровья, сложно, там скользко еще. Депутаты городского совета в первые дни нового года возобновили рейды по дворам. Организации, обслуживающие многоэтажные дома, должны понимать, что каникулы и праздники – не повод сидеть сложа руки. Праздники прошли первые дни тихо, жалоб не поступало. Какие-то, если есть моменты, реагируем сразу же и оперативно отрабатываем. В Ленинском округе проверки проводятся минимум два раза в неделю. С ухудшением погодных условий контроль за работой жилищников усиливают. Ну а когда коммунальные неурядицы не отвлекают, можно и в интеллектуальных баталиях сойтись. В Мурманске любой желающий сможет окунуться в атмосферу игры «Что, где, когда», почувствовав себя настоящим знатоком. Наверняка многие, кто знаком с интеллектуальной игрой «Что, где, когда», хотели бы хоть раз оказаться на месте участников клуба. Почувствовать себя настоящими знатоками в самом разгаре мозгового штурма, сидя в элегантном костюме за зеркальным столом с волчком. Такая возможность может появиться у жителей Мурманска. Очень много людей хотят попасть в эту сказку. А мы эту сказку хотим людям дать. Просто точно так же будет тот же волчок, круглый стол, шесть человек за столом, ведущие наши знатоки, музыка. Вот всё, весь антураж. По задумке представителей телекомпании «Игра-ТВ», которая как раз и занимается организацией и съёмками знаменитой интеллектуальной передачи, в Мурманске будут расположены площадки. Сюда смогут прийти все желающие, чтобы приобщиться к клубу знатоков. Эту идею поддержал глава города. Конечно, это зрелище. Это зрелище, не уступающее по накалу действительно серьёзным спортивным соревнованиям. И поэтому то, что мы сегодня встречаемся с телекомпанией, для меня это очень важно с точки зрения популяризации города как такового. Ведь не все знают, что Мурманск на таком высоком уровне развития своего стоит. Интеллектуальный уровень у мурманчан действительно высокий. Это доказывают многочисленные турниры, в которых принимали участие северяне. Кубок Арктики – ежегодное международное состязание, включающее в себя такие известные игры, как «Что, где, когда», «Брейн Ринг» и «Своя игра» стал брендом российского севера, закрепив позицию Мурманска как интеллектуальной столицы Арктики. А хоккейный клуб «Мурман» первую игру 2021 года провел на Урале, где встретился с местной командой. Во второй части регулярного чемпионата России в Суперлиге мурманский клуб сыграл с уральским трубником. Начало матча осталось за хозяевами ледовой арены. Уже первая атака трубников завершилась взятием ворот. К концу первого периода преимущество стало ещё ощутимее. Второе. Мурманчане начали с атак и отыграли три мяча. И столько же пропустили. 3-6 поражения северян, которые теперь держат путь в Новосибирск, где 13 января их соперником станет местный СИП «Сельмаш». В первом тайме мы проиграли в первую очередь ещё в движении. Что касается второго тайма, то уже вышли, хотели сыграть агрессивно, вроде забили гол, но как мы просто пропускаем голы, ни в какие ворота не лезет. С 11 января к обычному графику работы вернулся Мурманский океанариум. Об этом сотрудники учреждения сообщили на официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Понедельник и вторник – выходные дни со среды по воскресенье. Представления будут начинаться в 11, 15 и 17 часов. Все ограничения в связи с коронавирусом остаются в силе. Это маски, перчатки, измерение температуры на входе. Купол будет открываться для зрителей за 20 минут до начала представления. Это стоит учесть, чтобы не мерзнуть на улице. По всей Мурманской области в ночь с 6 на 7 января состоялись праздничные богослужения в церквях и приходах, связанные с празднованием Рождества Христова. Во время служб прихожане использовали средства индивидуальной защиты и антисептики. Для социальной дистанции в храмах нанесли разметку. Всего в мероприятиях приняли участие более 2000 человек. Далее без комментариев. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Новый выпуск передачи «Рамки закона» на телеканале Артик ТВ Созданная почти 300 лет назад российская прокуратура и сегодня остается верна своей высокой миссии твердо отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства Смотрите программу в эфире телеканала во вторник, 12 января в 8 вечера а также на сайте artykdefis.tv.rf Жители Апатитов решили оригинально поздравить своего земляка известного тележурналиста и шоумена Андрея Малахова с днем рождения На крышах трех домов они написали «Андрей с ДРЖ» Апатиты Своеобразную открытку запечатлели на видео, снятое с квадрокоптера в социальных сетях Им поделился один из инициаторов необычного поздравления Антон Рассказов 11 января отмечает день рождения самый известный апатитчанин который добившись успеха не забывает про малую родину Андрей Николаевич много сделал для родного города поэтому в его ДРЖ решили подарить земляку временный арт-объект на фоне любимого города написал Антон Желаю Андрею Малахову здоровья, удачи и творческих успехов Спасибо за все Все работы по созданию надписи проводились с участием администрации города и управляющих компаний И на этом у нас все Больше новостей смотрите на нашем сайте arcticdfistv.rf И в официальной группе телеканалов в социальной сети ВКонтакте Далее вас ждет прогноз погоды Я же с вами прощаю, всего доброго и до встречи 12 января ночью температура по области составит от минус 22 до минус 12 градусов Днем в Мурманске и Североморске минус 18 Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду В Никеле и Мочегорске от минус 18 до минус 14 В Абатитах и Кавдоре от минус 23 до минус 15 В Кандавахши и Полярных Зорях до минус 18 Субтитры создавал DimaTorzok